Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1168. События дня. Псалом 118, 51, 53, 61. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде несчастивых, оставляющих закон Твой. Сети несчастивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. За 27 февраля 2019 года. Ну, объявление. Сестра умерла у нас 42 года тут. Осталось четверо детей. Вот здесь данные, как хоронили, видно, что это не одман какой-то. А это вот кто желает помочь. Попросили сделать такое объявление. Ну, сделали. Это не я писал. Писал, видимо, Галина. Мир вам, дорогой Игнатий Тихорович. Благодарю вас, что продолжаете молиться за моего мужа Патрика. Спаси Христос. Это в Америке. Посмотрел один из ваших роликов о вашей встрече с Джастис Уолкер. Очень обрадовалась, что по воле Господа нашего вы наконец-то встретились с Ним. Ваша беседа была очень интересной и поучительной. Жаль, что в Джастис не относится ни к какой апостольской церкви. А без церкви, как известно, нет спасения. Может, Господь откроет это ему в будущем, и он станет православным. Слушала вашу недавнюю беседу с женщиной из Донбасса, в которой вы упомянули о Великом Посте. Вы сказали, что если родственники не постятся, то мясо в кастрюлю они должны класть сами. Мне придется готовить пару раз в неделю блюдо с мясом для не постящихся родственников. Если они положат его на сковороду или в кастрюлю, то могу ли я мешать его ложкой во время приготовления? Или даже если я касаюсь мяса, ложкой, это тоже считается грехом? Извините за такой вопрос. Храни вас Господь и спаси Христос, Юлия. Вот кто услышит, скажет, ну фарисейство, ну фарисейство. Фарисейство – это не саддукейство. И саддукея ни одного нет. То есть фарисея – самый великий апостол вышел. Гусейнов. Игнатий Тихонович, мир вам. Он дальше читает Евангелие, как он. Прочитайте. Тормозите и читайте. И один Иван пишет. Баптист просит трехтомник посчитать с возвратом. Не будет ли него вред? Не знаю, не испортит ли и вернет ли. Если в целости и сохранности, то по одному тому давай. И пока тот не вернет, другой не давайте. А ему укажите, что вот здесь эти книги мои есть в интернете. Игнатий Тихонович, прошу прощения, что вас часто отвлекают своими вопросами. У меня вопрос к вам. «Ты немедленно?» Ну, я ответил. «Зачем немедленно?» «Ну, будет, отдашь.» Гера Семенка. «Благодарим за книги». Правда, брат огорчился, что не удалось с вами пообщаться нормально. Он это очень хотел. Игнатий Тихонович, что можете сказать про общину отца Георгия Титова у вас в Барнауле? Ну, это уже было. Ничего не знаю. Как только будет у него борода, у этого товарища Юрия, так пусть и не один приезжает в воскресенье, но заранее нужно предупредить нас и получить разрешение. Отпишет так. «Понятно. Мы бы несколько человек приехали бы, а то у нас пока священника нет, а в патриархийные храмы ходить уже невозможно. Я не знаю, как у других, а нам там очень тяжело. Я думаю, что те, кто ждет свыше, не могут там быть. Это не на уровне чувств, а именно у духовное повреждение уже идет. Я пишу. «Без разрешения никому не приезжать. Кому будет разрешено, то только тогда, когда у всех будет не щетина, а настоящая борода. Быть в поясе, с рубашкой на выпуск. Конечно же, все должны быть не курящие, и нигде с собой не было табачного. О духовном ничего пока не говорю. Я все есть в приобретенных вами наших книгах. Приедете в какое воскресенье-то, тут будет наш батюшка, протеерей, отец Аким. Кто не крещен истинно в полное трехкратное погружение священникам, те выходят при возрасте оглашенной из идите». Там Денис пишет. «Конечно, по разрешению. Мы порядок знаем. Насчет курения и алкоголя у нас табу. Мы же уверовали не в МП, а в баптизме». Я отвечаю. «Понятно. Тогда вы нашли то, что нужно. А у священника, про которого спрашивали, там обстановка в храме точно такая же почти, как и в любом храме. Одна наша сестра там была. Денис, мы с женой были у них осенью на службе. Приезжали посмотреть, послушать, но что-то нас насторожило. А ВГ, а потом мы узнали из вашего ролика, что он же свидетельствовал на суде против монокини, которая, инокиния, правда, пошла против системы, когда он был юристом епархии. Я думаю, что нас Господь отпел от них, дух какой-то не тот. Я думаю, что люди, рожденные свыше, постоянно читающие Библию и святых отцов, могут различать духа под Бога или они. Хотя, конечно, я могу как немощный человек ошибаться. Пишет она. «Мир всем драгоценный, Игнатий, Тихо, на вещь. Имея свой личный мизерный опыт благовестия, я все более и более начинаю вас понимать. А все, что вы делаете и чем живете, это говорит о вашем личном принесении себя в жертву Богу и людям, благоугодную, чистую и непорочную во славу Христа с одной стороны, а с другой – великую помощь Божию, его милосердие и любовь к своему послушному рабу. Благословение Божие вам. Две последние недели я молчала не потому, что так хотела, а наоборот – хотела бы не молчать. Да вот искушения помешали. В больницу пока не ходим, доступа нет. У нас весь город и область, то есть все школы, больницы на карантине. В одно воскресенье у меня дома пришлось полностью перекрыть какую-то воду. Трубку прорвало. А дети уехали в деревню. И я, пригласив уже гостей, не смогла им отказать. Да, так вот как-то общалась с помощью Божией. Обошлось. Пообщались, но запись я уже не делала. Дальше она пишет, что... Запоминайте, что написано. Раби Божьей Татьяне, помолитесь. Божьей Татьяне, помолитесь. Надеюсь, ничего серьезного. Всем низкий поклон. Ну и вот один пишет мне из Греции. Касательно десятины и важно. Затамазите, просчитайте. Про Дворкина тут хорошо сказано. Про Дворкина. Кто ему давал? Звание, профессор, а чем гоняешься? Вот досчитайте. Затормозите и посчитайте. Затормозите. 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 И тут переписка Сергея Игнатов, пособие по изучению Посчитайте, о чем они тут говорят Когда уходят люди все Они дальше продолжают делиться новостями Затормозите и считайте дальше Вот правила 6-го Вселенского Труйского собора берут О том, что нельзя проповедовать Если это Миренин, то другое Я вернусь маленько, чтобы мне это выделить Я его искать буду Тормозите и здесь слушайте Какие правила Поехали Поехали А вот А вот Вот посмотрели у Жастаса какие книги подарил, Новый Завет я ему подарил для Слов Божьих, то есть песню о православии, которую подарили Жастасу, вот он пишет. Ну и ему теперь, это тоже вот реклама, ну я давал ты не думал о рекламе-то, но так получилось, а теперь уже надо посылать, все на этом на сегодня, как будто бы ничего нету, хотя да, вот это правило, которое запрещает как бы проповедовать, а вот правила апостола Павла, так, считайте их медленно, а я выбросили из книги правил, затормозите и считайте. В течение года испытываю тех, которые гадают, вот в боях на играх, это вот, который Емельяненко, это нужно его отпущать. Вот так, пусть ущет, ущитель хотя бы из народа, то есть никакого сана нету, если он искусен в Слове Божьем, исчез по поведению. Пусть ущет, ибо все будут научены Богом. Дальше еще нужно как делать, вот так, определенно, четко. Я сегодня про это говорил, но мне нравится, хотя это не мой герой, вот Сергий Старогородский, митрополит. ПРССР, Сергий Старогородский, митрополит, ПРССР, Сергий Старогородский, Слово, Сергий Старогородский, митрополит, ПРССР. А что же тут нету-то? Строгородского у меня нету-то. Хотел показать, мне нравятся его слова, Строгородский. Так. А, тут надо искать другое-то. ПРССР. Вот, нашел. Нашел. Это говорится о том, вот считайте, в народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию. Но вокруг него будет много лицемеров, поэтому ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Но от того человека останутся мудрые книги. И все сказанные им слова, и позднее люди увидят, что обманывали себя. Митар-то радующе. И далее. Это далее говорит этот митрополит Сергий Старогородский. Вот. Сергий Старогородский. Подобно тому, как древнему Израилю. Не видно. Не видно. Ну, что не видно. Надо побольше шрифта сделать. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные. Он обычно посылает людей исключительно благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, то есть никакой должности, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится в служебных рамах. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Строгородский. Ну вот так. Хорошо.